здравствуйте мы находимся сегодня в окрестностях города якутска и небольшой обзор у нас будет по эксплуатации техники производства компании урал спец транс то есть это наш это полуприцеп цистерна полуприцеп цистерна 40 кубов да да я смотрю на у нас с колым баком до обязательно значит 40 кубов отсеков 333 отсека значит двухосная подвеска на центральном балансире двухосная двускатная на центральном балансире подвеска вот в эксплуатации она вас с какого года 20 выпуска 21 минут январе начали ну тогда сразу вопрос смотрите она у вас вы только зимой или вы круглогодичный круглый год ну хотя бы плюс-минус пробег примерно что сейчас скажу ну 120 на 120 вот теперь давайте тогда теперь тогда мы вас слушаем особенности эксплуатации чего расскажете так по бочке бочка очень хорошая крепкая все даже ну и просто прекрасно сделано в плане в плане то что она не длинная одну такая в оптимальные все размеры все нормально но есть минус она очень тяжелая до 16 16 с копейками на весь то есть это как бы ну видно даже так это очень усиленно все сделано рама он вредит она же у нас приварная да 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 на раме очень мощно сделано вообще даже вот я внутрь залазил там перегородки все так ну вообще прекрасно сделано вот какие тут еще экологическая короба сделано жидко то есть я там уже усиливал все это дело да 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 конечно вот поднял ящики потому что ящики были шибко низко до приподняла потому что как бы колеса на рту нет нет кассеты нормально все просто вот эти вот приподнял но это так дорожные вот что еще так 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 по балансиру по балансиру во первых ну как конечно балансирует в нашем условии очень хорошо как бы ну все прекрасно она как бы ничего но такая масса на втулки давит втулок хватает ну полгода ну может вот сезон как бы ее давит давит почему еще потому что во первых нету сальников на балансирует то есть конструктивная там не заработка что нету сальников то есть можно залить масло чтобы закупалась там и как бы работала подольше но получается так что только талантница мажется ну и самим там мы уже выдумываем всякие там эти войлочки не войлочки но уплотнение чтобы масло заливать даже вот сделали заливные эти как бы ну вот пробочки по центру да 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 хоть как-то как-то мазалось так в ступицах тоже нет отсутствуют сальники ступичные стоят просто две пластиковые два пластиковых таких пыльничка но ничего не там по воде ездим ну как бы нормального сложно спросить по воде да да и поэтому приходится если где-то по речкам хорошим едем приходится разбирать регулярно до регулярно как от нет сальников вот ну опять же вода зашла вода вышла сальника нету ну вот а смазка то она все она же вымывает и как бы это ну сами понимаете эмульсия получается не смазка там уже эмульсии там водяная вот это дело тоже все хорошо но перевести бы на резину сплошной на резину длинный хорошо да нет это все хорошо но видите у нас условия дороги такие что начинается лопание вот это вот непонятное но треска это все надо варить ну как бы усиливать там по новой лед снег не нет она сама от вибрации все вот это хотя сушки но тут не стал достаточно нету ну она все есть она видите это все как бы потихо и потихо и потихо вот крылья вот видите как все делает камни рихту и рихту и она его раз загибает тоже надо усиление какое-то ну по корзинке корзинка как бы у корзинка заводская получается вы ее не трогали не не трогали так а слив слив боковой если вы заводить боковой таково тоже маленько переделал тоже нужно кран поставить один так ладно после вы сейчас поговорим тут стоим давайте тогда по этому узлу до конца смотрите ну вот бог смотрим светом верхнем пользуйтесь да обязательно но это я уже сам туда делал этот как его они пришли так просто бизнес фонарей без ничего потому что с кронштейнами до нарисовать поставили она мы сейчас стали делать в общем то да удобно да удобно конечно даже вот сейчас темное время раз колесики где-то туда раз вышел посмотрел где-то что-то надо разобрал сделал как бы удобно по емкости то есть папа все кому говорить вопросов совсем не туда всем она очень мощно ничего не варили нигде не 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 хорошо колеса колеса же не родные стоят уже второй комплект на второй комплект но а те которые завода пришли триангл бедняжка триангл был до триангл был но я чуть слышал нормально нет она как бы вот первоначально каком году 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 15-16 начинали это она была вообще ну просто и 100000 отхаживала бы только в путь но сейчас у нас зимы ты знаете она будет она будет все прекрасно резина вот зимой отходит все а весной начинаются с вещей такие воздуха ну что такое бы разбираешь а там все просто сеткой до отрезка это хорошо если зиму еще она как бы выдержит но это связано с тем что допустим останавливаетесь холодно потом начинаете и раскачивать да да потеряно ломается пока холодно на вот ломаться она вроде как бы пойдет 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 но потом она весной как бы дает знать о себе что ну а по крепости как бы это китайская резина это китай так а по этим смотреть что скажете допустим по дискам диски заводские стали иске заводские так еще момент вот вот еще момент по дискам первое когда получили но проблемы с колесиками начались все мы не можем отбить и все бы борта что такое оказывается там же буртиков ну как бы из на вольвах так было ну что у нас есть домкрат и лапы пришлось лапами отжиматься там всяко разно но короче как бы если бы завод сразу бы выпускал простые диски то есть без бортика того ну как бы там внутри бортик есть который не дает этому боковому вылезти туда а так вот на на машинах вот допустим раз спустила бук его она пук и все разобрал и все а здесь бесполезно ну мы сейчас они уже как-то у меня там может что-то проработать маленько уголки я обычно ну разбиваем же уголки выпрямляется только в путь ну то есть уголок да резина какая-то конкретно вы выбираете вот который ставите ли вы просто берете обычно китайскую резину вас которую вас тут много да нет как бы это стараемся брать такую чтобы какая марка то видите тут ну вот это не орео там и вот тут их несколько когда они которые здесь у вас на рынке есть да и глаз много их главное слои что было слойность и как бы но это 18 или 20 не до 22 наверное это 22 но вот это как бы практикуется за хорошая резина потому что она во-первых и пошире просто мне тут как бы чтобы что-то не выкидывая с передка допустим машины снимаю если чё раз сюда и потом напередок новое а так ну хорошая резина вот это вот так с этим понятно но вот отбойничек бы сделали на заводе как нарзи откидные откидные ну чтобы как бы вот тоже на нарзах идут там но я не точно знаю что пальчик вытащил и раз его сюда хоп поделу сумму то есть где-то в каких-то условиях таких вот уже несколько раз его вырывал как бы он был ниже его уже тут приподнял по светотехники а вот защиту это я сам сделал потому что пластик лопнул пластик сразу разлетел а здесь пасеку да 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 вот такая вот я его проводка я смотрю вы тоже запринтовали мнение так и было это все так и было да все так и было но это то что тут открыто ничего 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 муча боится все нормально это на то есть закрывать не надо сверху наверно не надо потому что как бы у нас видите вот 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 такое вот творится вот это все будет здесь в этом а потом шорка не там типа мокрая грязь какая-то да да она высыхает и все так что еще но сейчас я смотрю новые бочки пошли точно такие же рама у них в два раза почти тоньше но облегчили вот мне тут 10 этих лонжеронов там где-то 6 наверное у них и по-моему это пятерка а у них наверно четверка да нет нет у нас традиционно у нас тут агатки до 30 кубов а у нас четверка а после уже выше 30 уже пятерка все 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 понял ну значит облегчили вот раму там ну как бы это все потому что тяжеловато ну маленькая а вот эти комплектующие энергетики это все чисто вам приходит вы ставите и все и по это смотрите мы же ее не делаем на получаем но нам он в сборе и мы просто прикручиваем все 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 понял понял но запчасти да у нас на сайте есть контакты да можно если что тут что-то можно сразу может связаться данного нам любим номер или номер заказа по этой стороне все и как вот тоже как бы вот эти вот протектора вот ставлю да вот где ловушки то вот видите дикто ну вот нарисована там же идут заводские как бы эти резиновые такие мощные влажных да 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 у нас как-то не было и тут надо было ехать быстренько быстренько потому что получается там получается ход уже смотришь прицеп уже маленькой бочком идет получается да 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 даже так чувствует я где-то вот по полосе иду смотрю значит надо уже смотреть ну и вот ну ими подушки вот эти да 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 так бы как бы там да вроде бы все цело квадрат сам а вот где отбойник рессор вот и вот их отрывает ну как бы да и получается люфты вот эти лесенки тува с двух сторон да да спереди азади давайте залазьте это просто распорка а надо она просто да просто не зачем приводит креплением к этому да 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 вот и просто в распор стоит потому что видите вот лопается он нужен карба вот так они как но 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 то есть у нас сейчас стало как бы это более монолитно научный а вот как бы никаких изменений да и вон впереди там впереди тоже сделал но а тут поручень стоял поручень а мужа в гараж не входило к нам по высоте да и отпилили да тут тоже переделал маленько поставил крышку то есть был же такой вот ну где там этом лежит сапон сделал чтобы там фук-фук-фук не ходила чтобы не подыхать и да как бы ну еще как бы удобно писали засунул заправился все а там фильтр стоит ну как бы сетка и тоже и там не заглянуть надо все это откручивать каждый раз вот это все потом и прокладка изнашивается и короче решил сделать так чтоб закрыл все это пункта два два раза в да да вопросов нет 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 совсем нету фартук повесили нет это был ваш он наш был да только резина маленько такая на морозе то все лопается где-то латаем где-то клейм но это вот видимо да это я тут уже вот такая то а это то что приподняли нет нет это короче разбивала камнями я как бы повесил образ гибриде тут камнях ну чтобы конец защита нижней части именно но потому что алюминия вот это наклепки отрывает он же еще торчать там а так камнями бьет и экран этот стояночный тормозной как бы вопросов нет 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 по лапам по опорным тоже нет вопроса туда все так по плите то что плита вот плита все нормально все она же получается у нас съем надо обязательно да 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 это крепление то есть по шкварневому узлу никаких вопросов да как бы нормально все это так хочу ты огнетушитель не вон впереди тоже кронштейны несколько раз уже варил там маленько бы их подушилить маленько чуть-чуть и было бы вообще песни вот то есть тут они стоят нормально нормально а мы то есть я смотрю с вы видели что многих переносит то фу даст так то все равно ясно вас поэтому по сливу то что вниз нормально всю тут как бы да да все нормально все нормально здесь все тут то есть вы одеваете шланг да просто да тут да бак ну так в принципе телега хорошая мне нравится во первых она и сделана ну урал спит сразу нас обычно что временной был до у нас разный вариант у нас давно до лентах да есть вот такая но когда вот эта бочка про люди еще удаляется что за бочка но просто надпись сразу говорит о том что это урал спецтранс а так она все ну я разве скажу что и три года нет но не скажет да а это куда в основном регион эксплуатации то куда вы возите какую сторону в магаданскую магадан по дороге ну да дороже ходите конечно там везде бездорожье магадан же это по дороге нет ну понятно просто артели там они как бы новую сторону на сторону по дороге смотрите а для бездорожья вот если видно с ней идете вы же наверное не полную везете вы же отсек один не заполняет до задней задней но как бы это это получается вот сейчас там маленько дороги такие что это ну вот не заполняем а так бы к этой бочки вообще к этой бочке бы, еще бы седелку двухвальную и вообще бы цены не было. Получается, что ломает ее больно. А, на тягаче, чтобы седло трехсепенной оставило? Да, да, чтобы и так, и так. Так-то, конечно, да. Могучая бочка. Так, ну, получается по дороге полностью залив, а если бездорожье, то? Это в одном месте только. А на зимнике все, мы уже так, полностью целиком. Туда, куда вы ездите, там кто-то еще на других бочках работает? Какие-то другие? Фокстанки, да все там бочки. Все работают? Да. То есть не вы один? Нет, конечно. На бездорожье кто ездит, по-другому спрошу. Ну, как-то. Вот вы ездите на бездорожье, а еще кто на бездорожье ездит? Ну, тоже выдовые все, вот 6х6. Нет, полуприцепные стерны кто? А, ну, фокстанки. Фокстанки ходят? Ходят. Фокстанки, так, что еще у нас есть? Китайки, много китай. Смотрим, что у вас эксплуатируется наша цистерна вот с таким вот тягач полноприводный, да? Тягач сканер полноприводный. Да, да, да. А сзади что камеры стоят, да? Это сейчас поэтому по, как бы, по-дополу просят. А, вот так даже? Для перевозки бензина, керосина, да. Ну, нигде не видели еще. Как? Это вот, оно как бы давно практикуется, вот сахар, нефтегаз, который нефтегаз, это они у всех. Ну, просто не видели, наверное. Ну, просто так. Ага. Опять же, вот, допустим, что у нас, ящики, да, вот эти вот, самодельные же мы все делаем, потому что, потому что, что, ну, возить инструменты и возить в этих ящиках, это же все, вот там компот же, а так все аккуратненько, все тут, как бы, в ГАИ, ну, когда бывают вопросы, там решаются, а так, конечно. Двигатель с мощностью? Ну, 440. Ваш 440. Ну, что, с ретардером у вас, да? Да, с ретардером, с ретардером. Ну, как бы, здесь, я распоткнулся туда, чуть не упал и постелил, ну, чтобы ходить, там, где-то. Два бака. Два бака. Запас топлива. Да. Сколько? 800. То есть, два бака 800 литров. Тут бак дополнительный или нет? Нет, 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 это просто есть. Да. Ну, то, что у вас тут два куба за спиной. Да. 2-300, что ли, там. Этого достаточно. Ну, так-то вроде бы. Какая-то средствподготовка еще. А, ну, здесь инструмент, да? Инструмент. Инструмент. Сварочный, марочный, болгарки, ну, все-все-все. Открыть можно? Мы тут к вам приехали, давайте уж мы полностью восстановимся. Сейчас. Возможности, что-то посмотрите. Вот тут вот так, в доработке все, вот это все так, как бы, это я так под себя. Тут у нас масла, ну, сейчас мыл просто здесь это. А там у меня пистолеты, ну, это все такое вот. Сверху упади под продукты. Да, там сверху у меня продукты, и, ну, это в зимнее время. Ну, и шланги, мланги, и такое вот все там, как бы, пускай шухнет. Вот. Вот. То есть, как бы... Ну, он не глубокий верхний ящик вот до сюда, да? Да, вот она, полочка вот. Вот так вот. Все понятно. Сейчас открою что-то. Вот тут отсек для продуктов, может, тут монтажки, кувалды, мувалды, шланги, ну, такое вот все. А до скольки опускалась температура, когда вы работали? Ну, 60-то, 60-то было, да. Ну, 60-то было. Да. И все хорошо, кабинет, ну, в смысле, подвеска нормально. Пойдет. Пойдет. Хорошо. Смотрите, а вот мы видели, что кто-то делает защиту, кто-то не делал. Трубки вот эти все пневматические, они вот тут вот, как бы, у вас защиты. Пойдет нормально. А, не долетает нормально, да? Ничего, да. Ну, я вот только сделал, вот, как-то я чуть не вырвал, ну, там лазил, кронштейн бака. Пришлось, он у меня переместился сюда, пришлось сделать трубу. А, труба ваша самодельная получается? Да, это я сам сделал, ага. Потом камнями било бак, очень сильно било. Ну, думаю, брызговичок тут нигде лепить. А, ну, ага, это брызговичок уже привело. Я тут брызговичок сделал. Ну, чтоб. Ага. Также броня, вот тоже, он же идет без брони под двигателем. Ага. Поддон? Да, поддон. Как бы, вентилятор, все видно. А у нас, он же камнями кидается, трасса же такая. Мало ли туда залетит, но, и все. А, то есть вы его, как бы, укрыли. Да, броню. А эти батареи, тут какой-то подогрев у них есть? Ничего нету, просто плотность, как бы. Ну, следите, поддерживайте. Да, обязательно, обязательно. Сколько ампер часов? 250. 250? Да. Генератор, наверное, усиленный, да? Ну, наверное, наверное, да. День 120 ампер какой-нибудь. Ну, что, вот у меня для преобразователя я сделал розеточку. Вот это. Да, да, это я, как бы, сварочный, ну, чтоб от 24 на 220. И все, пользуюсь. То есть тут сейчас 220 есть? Сейчас, ну, смотри, через этот. Да, преобразователь, то есть у меня преобразователь. А, ну, то есть вы включаете 24 сюда ставите преобразователь. Да, и сварочный инверторный, да? Да, да, да. Можно использовать. Все, все. Ясно. Коробка автомат? Ну, как бы, робот. Ну, он, как бы, коробка та же, ну, все вот эти вот, ну, роботизированное, я называю. Ну, то есть педаль сцепления есть? Нету. Педаль нету? Нету, нету, нету. Понятно. Ну, есть возможность шоу переключить? Да, 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 обязательно. Ага, механикой. Ага. Раздаточная коробка с понижайкой? Да, обязательно. Обязательно. Блокировкой? Ну, все, фу-фу. Телега с блокировкой задняя? Все, все, все. А, межосевые блокировки там, 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 а спереди? Все, все, все. А передней блокировкой пользуетесь? Ну, иногда. Сломать не боитесь? А? Сломать не боитесь? Нет, конечно. Как можно на этой машине что-то сломать? Это же вообще трактор. Скани не ломается? Да, не ломается. Это с Вольво не сравнить. Вольво, да. Это трактор. Скани лучше, да? Ну, для меня лучше, конечно. Ясно. А нас какого года у вас? Вот вместе, двадцатого года они постройки. Ну, 21 января. А, ну, получается, что вы купили машину, мимо нас ехали, прицеп зацепили, и с тех пор вот вы как бы дружите. Вот два у вас тягач с полуприцепом. Понятно. Так, а что спереди? Стекла двойные же, да? Обязательно, обязательно. Только вот это вот, боковые, не двойные. А, боковые и двойные? А перед двойной. Перед двойной. Это вот... Это в Новосибирске ребята там занимаются. Защита от камней. Помогает? Помогает. Хорошо помогает сетка. А стекло просто, лишь второй клеите, да? Ага. А стекло, где вы берете, который клеите? Ну, это же не оригинально стекло, не сканино? Нет, конечно. То есть, кто-то уже освоил такие вещи. На Сибирске ферма. Оно просто приклеивается? Угу. На герметик? А, на герметик? Да, все, и летом, и зимой. Так там, получается, как стеклопакет? Ну, получается так. Потому что воздуха между ними нет? Нету. Все там четко. Так, это дудки у вас стоят на крыше, маячки. Ну, как бы, ага. Свет дополнительный, я что-то не вижу. Кого? Свет дополнительный, хватает? А зачем? Конечно, хватает. Нифига, все диодное, все горит. Сверху, получается, прожекторы. Вот они, вот они. Вот прожекторы, основные фары. Да, еще вот туманки. Ну, да. Вот. Вот. Так, теперь, знаете, что? Вот мне такое, это, интересно. Ага. Откройте тайну. По воде ездите, куда куда? Вот прям на машине пока. Ой! Ну, вот сейчас вот ездил, да? Вот она, вот она. Ага. Вот, вот так где-то было. Ну, как бы, шестая серия вот эта вот сканер, да? Ага. Как бы нежелательно, потому что, я понимаю, брод переехать. Но если в этом броде встать, то это уже все. Пятая серия как-то выдержит, у него маленькая, ну, здесь и разгрузка электронная, здесь как бы все мочится. Ну, ну, не надо ездить. Так, вот тогда тайну мне откройте, а что с вентилятором происходит? А, все, все, вот это тоже вопрос хороший. Ломает, ломает. Ломает? А он, он, у него нет какого-то электронного отключения? Нет, он гелевый там, да. Нет, может там виска муфта, она останавливается сама в воде? Нет? Да, нет, нет, нет. Ну, я сейчас вот ехал вот сейчас тоже, каким рейсом, ну, до этого рейса, ага. Тоже попал в воду, как бы, я так стоял, да? Ага. Ну, дно, дно, как называют, сушенец, который каменистый, когда машина не идет, тонет. Воды-то вроде, и, ладно, что, цепляю канат, и слушаю, что вот сейчас должна она сработать, гидромуфта. Слышаю, цык-цык там, думаю, ну, не дай бог. Стоят машины рядом, разобранные, точь-точь, это же, такой же случай. С вентилятором? С вентилятором, радиатор, все собирает в кучу. Все, 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 все. В радиаторах она и вентиляторах? Да, 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 да. Ага. Ну, я думаю, слава богу, ну, я стоял минут, наверное, 15-20, пока там все эти маневры. Ладно, вытащили. Ну, и что, давай смотреть. Ну, вроде, никаких последствий. Думал, везде вода будет. Ну, ничего, все пооткрывал, все масла, все нормально, чисто. Нормально. Телега, да, телега пострадала там. Тоже воды. Понятно. Вот. Можно, вот то, что вот броня у меня вот там большая, сплошная. Вот поэтому я, как бы... Вот, видите? Это вот самодельная? Да. Это заводская. А, вот под ней, нижней. Вот, да. Это все, как бы, закрыл. И зимой, как бы, для двигателя... А то, мы же зимой закрываем, как бы, днище, все, укутываем. А тут, как бы, нормально. И температуру, вроде, держит, и пойдет. Вот, вот если бы наш, еще бы... Это подножечка? Ага. Удобно, достать до сюда можно. Да, пойдет, ага. Для такого кубажа, по нашим дорогам, скальник же, вот этот... Ну, да. Конечно, желательно, вот. Батон, это бедняжка, они что, где-то по трассе раз, хлопнуло, и просохатил там все. И диски, и все, и все. А здесь вот, ладно, вышел, опа, одно пустое. Где-то раз, доехал, все, и поменял. Ну, понятно. Ну, ладно. Что? Все? Хорошо? Спасибо большое за подробный рассказ. Все. Спасибо, Николай. Ага. Давайте уже. Удачи вам на дорогах. Хорошо. Проломайтесь. Не, нормально. Чтобы все у вас хорошо было. Вау. 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 Вау.